Продолжение следует... Выдающиеся исследователи Арктики и Антарктики по материалам Фонда Президентской Библиотеки. Прошу, Дарья Владимировна. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые... Дарья Владимировна, я прошу прощения, можно чуть-чуть громче или как-то ближе к микрофону, может быть, расположиться? Звук слабоват. Так получше слышно? Ну, все равно тихо, честно говоря. Вот лучше бы погромче, не получится. Боюсь, что громче уже никак. Давайте попробуем так. Хорошо. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы. Я вас благодарю за возможность поучаствовать в данной конференции, несмотря на обстоятельства. Тема моего доклада – выдающиеся исследователи Арктики и Антарктики по материалам Фонда Президентской Библиотеки. Можно запустить презентацию? Да, конечно. И следующий слайд, пожалуйста, сразу. Я сначала хочу сказать буквально пару слов про нашу библиотеку. Президентская библиотека является одной из трех национальных библиотек Российской Федерации и хранит в своем фонде документы по истории российской государственности, теории и практике права и русскому языку. И библиотека также принимает активное участие в мероприятиях, связанных с арктической темой. Например, ежегодно в стенах нашего учреждения проводится конференция «День Арктики». И следующий слайд, пожалуйста. Начну я свое выступление с общих работ по исследованиям обоих полюсов. Здесь представлены труды нескольких исследователей. Это Шарль-Рабо «Полярные страны», «История полярных путешествий» и «История экспедиции в полярные страны Дьяконова». Но я на них останавливаться не буду. Я остановлюсь на следующих двух документах. Следующий слайд, пожалуйста. Первый документ – «Исследование полярных стран. История путешествий к Северному и Южному полюсам с древнейших времен до настоящего времени». Эта книга немецкого географа Курта Гассерта стала в европейской литературе одним из первых сочинений, которая обобщила все известные сведения по истории исследований полярных стран. И поскольку история путешествий доведена в оригинальном труде только до 1906 года, русский перевод 1912 года, который как раз и представлен здесь, был еще дополнен описанием новейших экспедиций. Следующий слайд, пожалуйста. А также здесь представлен еще один уникальный документ – «Всеобщее путешествие вокруг света, содержащее извлечение из путешествий». Автор этого сочинения – знаменитый французский мореплаватель и океанограф Жюль-Себастьен Сезар Дюмон Дюрвиль. В 1826-1828 годах он совершил кругосветное плавание на судне «Астролябия», после чего решился почти в форме романа изложить полное землеописание, соединив в нем факты, находящиеся в сочинениях известных путешественников и приобретенные им самим. Этот труд также содержит карты, планы, портреты и изображения природы. Теперь предлагаю перейти непосредственно к персоналиям самих исследователей полярных стран. И начнем с исследователей Арктики. Следующий слайд, пожалуйста. Начнем с Семена Челюскина. Семен Челюскин в 1721 году начал службу на Балтийском флоте, а с 1733 года принимал участие в Великой Северной экспедиции, сделал важное географическое описание полуострова Таймы. Имя Челюскина упоминается в нескольких источниках об экспедициях в те же области. По его стопам шли многие исследователи, например, Александр Федорович Медендорф, российский естествоиспытатель и путешественник, которому в 1842 году Петербургская академия поручила организовать экспедицию в Северную и Восточную Сибирь. И в период подготовки экспедиции Александр Федорович составил карту Таймыра, используя работы Челюскина и Лаптева. И по результатам этой экспедиции появилась книга, которая сейчас на слайде «Путешествие на север и восток Сибири в двух частях». И также о самой Великой Северной экспедиции можно узнать из труда Соколова Александра Петровича, «Северная экспедиция», которая также сейчас на экране. Следующий слайд, пожалуйста. Первые большие экспедиции в Арктическую область, снаряженные в XVI и XVII веках, имели целью отыскания северного морского пути из Европы на Дальний Восток. Но так как ни одной из этих многочисленных экспедиций разрешить эту задачу не удалось, мы знаем, что она была решена только в советское время, то постепенно взамен стала все отчетливее выступать новая цель – достижение Северного полюса. И одним из наиболее упорных участников этой гонки к полюсу был Роберт Эдвин Пири. Своё первое арктическое путешествие лейтенант ВМС США Роберт Пири совершил в 1886 году, предприняв неудачную попытку пересечь Гренландию на собачьих упряжках. 6 апреля 1909 года он, как принято считать, стал первым человеком, достигшим Северного полюса. И сейчас на слайде книга «Северный полюс». В предисловии к данной книге, составленной визы, сказано, что хоть перед советскими исследователями Арктики стояли иные задачи, чем те, которые ставил перед собой Пири, но, несомненно, знакомство с этим трудом представляло ценность сразу в нескольких аспектах. И один из них в том, что техника полярных путешествий при помощи собак была поставлена Пири на непревзойденную высоту, и, несмотря на все современные для того времени технические новшества, еще долго не теряла своего значения. Также очень полезными являлись описания заимствованных Пири у эскимосов методов транспорта и существования в Арктике. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря о русских исследователях того периода времени, стоит упомянуть также Георгия Седова. В 1912 году за счет частного финансирования он организовал плавание на корабле «Святой Фока», который был заблокирован ледяными глыбами на границе с Новой Землей. Ну и завершить эту экспедицию Георгий Седов не смог, так как погиб на пути к Северному полюсу. На сайте сейчас представлена книга «Путешествие в Колыму и на Новую Землю» в 1909-10-х годах. Целью исследования данной экспедиции была разработка пути для рейсов судов добровольного флота в Нижний Колымск из Владивостока, и уже после смерти путешественника его жена передала в главное гидрографическое управление рукопись, содержавшую описание этой экспедиции. Другая представленная книга Нагорного Семёна Григорьевича основана на материалах архива Академии наук и личного дневника Седова посвящена экспедиции к Северному полюсу в 1912 году. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий исследователь Руаль Амундсен, норвежский полярный путешественник и рекордсмен. Он был первопроходцем в самых труднодоступных местах мира и участникам сложнейших и наиболее рискованных проектов. В фонде нашей библиотеки хранятся как труды самого путешественника, так и книги о нём. И сейчас на слайде некоторые из них. Например, книга «Перелёт через ледовитый океан». Это прижизненное издание последней книги Амундсена. В ней рассказывается о знаменитой экспедиции, в ходе которой он, его партнёр, американский угольный магнат Линкольн Элсворт, с итальянской команды лётчиков перелетели на дирижабле Норвегии «Северный ледовитый океан» от Шпицбергена до Аляски. Маршрут пролегал через Северный полюс. Также на слайде представлен доклад «К Северному магнитному полюсу и через Северо-Западный проход». Следующий слайд, пожалуйста. Теперь хотелось бы вернуться и к российским покорителям Арктики после революционного периода. Здесь, конечно, хочется упомянуть имя Отто Юлиевича Шмидта и знаменитый дрейф парохода Челюскин. Он, говоря об Отто Юлиевиче, нужно сказать, что он был выдающимся астрономом, математиком, геофизиком и исследователем полярных широт. В 1932 году экспедиция на ледоколе Сибиряков под руководством Шмидта впервые сумела за один навигационный период перейти из Архангельска в Тихий океан. В 1937 году Отто Юлиевич организовал создание первой дрейфующей станции «Северный полюс». На слайде сейчас представлены две книги, которые представляют собой рассказы челюскинцев об их дрейфе в альдах. Это «Литовый лагерь. Рассказы челюскинцев. Сборник» и книга Буйко Петра Семеновича «Записки челюскинца». Также в фонде задержатся научные результаты работ экспедиции в двух томах. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря о советских летчиках, чье имя связано с исследованием Арктики, нельзя не упомянуть о Валерии Чкалове. В 1937 году он смог совершить первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. В электронном собрании библиотеки можно ознакомиться с книгой Николая Николаевича Боброва, который проделал труд большой важности, собрав, переработав и объединив материалы Чкалове в биографическую повесть. И при работе над этой книгой автор пользовался прежде всего записями бесед непосредственно с Валерием Павловичем, его родными и друзьями. Следующий слайд, пожалуйста. Первый поход советского исследователя Арктики Ивана Папанина на север состоялся в 1931 году во время исследования земли Франца Иосифа на пароходе Малыгин. В период с 1937 по 1938 годы Папанин являлся руководителем дрейфующей станции Северный полюс. И сейчас на слайде две книги. Первая из них Минеева Арефа Ивановича, зачем организовали экспедицию Папанина. Она в краткой форме описывает историю покорения Севера и необходимость организации экспедиций на дрейфующих льдинах. Вторая книга является рассказом полярников станции Северный полюс-1. Это художественное описание их дрейфа на льдине. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь предлагаю перейти к материалам по исследователям Антарктики. Здесь стоит упомянуть английского военного моряка, исследователя-картографа и первооткрывателя Джеймса Кука, который возглавил три кругосветные экспедиции по исследованию мирового океана. Кук одним из первых достиг южнополярных морей. И сейчас на слайде представлено издание путешествия в южной половине земного шара и вокруг Онова. Это перевод с французского. В этой книге выполнил по повелению Екатерины II русский геодезист и картограф-историк Логин Иванович Каленищев-Кутузов. Следующий слайд, пожалуйста. В июле 1819 года из Кронштадта отправились в первую антарктическую экспедицию два русских военных шлюпа «Восток» и «Мирный». Главной задачей похода было доказать или опровергнуть существование Антарктиды и возглавил экспедицию Фадеи Беллинсгаузен. Русско-антарктическая экспедиция завершилась полным успехом. Описание экспедиции было опубликовано в 1831 году на русском языке в двух домах с приложением «Атласы рисунков», которое вы видите сейчас на слайде. Также здесь представлено архивное дело о командировании экипажа в это кругосветное путешествие. Следующий слайд, пожалуйста. В начале XX века Антарктида стала предметом пристального внимания европейцев. Состоялись английские антарктические экспедиции Роберта Скотта и Эрнста Шеклтона и норвежская антарктическая экспедиция Амундсена. В 1911 году группа Амундсена, о котором я сегодня уже упоминала, впервые вышла на Южный полюс, немного опередив отряд Скотта. Сейчас на слайде книга Амундсена «Завоевание Южного полюса». Следующий слайд, пожалуйста. Середина XX века была временем стратегического изучения Антарктиды. Здесь создавались стационарные базы, ведущие круглогодичное изыскание. Здесь я хочу упомянуть имя Ричарда Ивлена Берда, американского авиатора и полярного исследователя, который в 1929 году первым в истории пролетел над Южным полюсом. Здесь представлена книга «Снова в Антарктике». И данная книга является прижизненным изданием Берда. Перевод с английского был выполнен под редакцией с предисловием и примечаниями визы. В этом труде Берд описывает свою вторую экспедицию в Антарктиду в 1933-1935 годы, которая провела сейсмологические исследования ледяного барьера Росса и подтвердила наличие крупных месторождений каменного угля. Пожалуйста, следующий слайд. Уважаемые слушатели, мое выступление подходит к концу. Я обращаю ваше внимание на то, что те материалы, которые были представлены сегодня, являются лишь малой частью нашего фонда по теме исследователей и, в принципе, по теме Арктики и Антарктики. И что ознакомиться с полным объемом нашего фонда можно пока что только на нашем интернет-портале, который вы видите сейчас на слайде, ссылку на наш сайт. В скором времени, когда наша ситуация себе разрешится, мы надеемся, что откроется наш электронный читальный зал в Санкт-Петербурге и в регионах. Все, благодарю вас за внимание. Надеюсь, меня было хоть немного слышно. Спасибо большое, Дарья Владимировна. Спасибо. Будут ли вопросы? Вопросов нет. Нет, есть. Будут вопросы, Дарья Федоровна, пожалуйста. У меня не вопрос, у меня благодарность, потому что сейчас период карантина, библиотека ваша очень помогла. И многие издания в интернет, в электронном виде, есть только у вас. Поэтому большое вам спасибо за вашу работу и пожелания успехов и здоровья. Спасибо. И у меня вот точнение еще есть. Можно? Да. Хотел сказать, что лейтенант Челюскин был не отдельной личностью, а был членом экспедиции, второй камчатской экспедиции, о которой я говорил, которая потом получила название Великой Сибирской экспедиции. Поэтому нельзя говорить, что это был путешественник Челюскин. Нет, это выполнял, он был командиром отряда, и то после Прончищева, значит, когда тот погиб, был членом экспедиции общей. Потом по поводу Георгия Седова хочется отметить, что его заслуги, конечно, как и следователя Востока, Арктики неоспоримы. Но когда он собрался покорять Северное поле, гидрофическое управление России, отказал ему в этой затее, сказал, что экспедиция совершенно не подготовлена, в чем была совершенно права. В Архангельске Ксения Петровна Гемп такая легендарная исследовательница была, которая рассказала, что матрос-пустошник, который ходил с Седовым, и вернулся. И был последствием, когда, потому что пошли искать Седова, могилу, нашли этот сложенный обелиск, а под ним тело не оказалось. Так вот он, когда умирал, то есть он сказал, что село Седова, оставшись в пустошнице, но со вторым матросом. Собак нечем было кормить, поэтому они голову отрубили, утопили в проруби, а телом кормили собак, чтобы вернуться назад. Ну, такая трагическая история. Ну, вот это фактически, кто Архангелгородцы могут уточнить в записях Ксения Петровна Гемпа. Спасибо за внимание. Ну, вообще-то, в следственном деле, которое было заведено в 2014 году, этого нет. Матросы не были арестованы. Правильно, потому что матрос-пустошник умер в 1940 году и хранил эту тайну до последнего. Ну да, но следственное дело не было. Следствие было. Ну да, мы-то знаем, в пересказе Попова из рассказов Гемп, это, ну, известная, конечно, история. Это пересказ, конечно, конечно. Достоверности нет. Спасибо. Как-то нет. Спасибо. Вот, Дарья Владимировна, у меня к вам маленький вопрос, не уверен, что я правильно расслышал. Вот это издание Берда. Снова в Антарктике. Я правильно понял, что это комментарии визы к нему, да? К этому изданию? Да, совершенно верно, поняли. Под редакцией предисловие приничание визы, да. А вы год издания, можете? Да, вам было с удовольствием. 1937 год. 1937 год. 1937, замечательно. Спасибо огромное. Так, пожалуйста, Сергей Александрович, вопрос ваш. Да, спасибо. У меня несколько вопросов, сколько пожеланий и уточнений. Я думаю, что сегодня учёные однозначно не утверждают по поводу приоритета Пири в том, что он первый пришёл на Северный полюс. И я думаю, что это не стоит как бы так однозначно сейчас утверждать и говорить. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok